Кыргызские женщины никогда не отстаивали свои права путём снятия нижнего белья, заявили участники собрания. По их словам, подобные факты происходят из-за того, что многие не знают истинное предназначение Института демократии, путая их с ценностями западной культуры. А они в большинстве своём чужды для нас. «Вы посмотрите, что делается. Где это видно, чтобы наши девушки вот таким вот бесстыдным образом выражали свой протест? Лично мне очень стыдно за таких людей. Это неграмма не соответствует нашему внутреннему укладу. Я понимаю, что это своего рода искусство, но пусть такое искусство показывают в странах Старого Света, где такое творчество является нормальным явлением. Но не у нас. Мы не Запад». О недопустимости обнажённого дефиле в храма культуры говорили и гражданские активисты. Кстати, некоторых из них в свете последних событий в соцсетях фейковые пользователи, отстаивающие западные ценности, нарекли псевдопатриотами и ультранационалистами. Как бы то ни было, но это именно они добились закрытия первого, но такого чуждого для нашего общества феминале искусства. «Мы против такого проявления искусства. Пусть такое творчество получает своё развитие где-нибудь в другой точке мира, а не у нас. Почему мы не проводим выставки на те темы, которые так близки нашему духу? Почему не рассказываем, не прославляем настоящих кыргызских женщин, матерей, жён, сестёр, которые в трудные для нашего народа времена проявили свою отвагу и сдержанность? Вместо этого мы стараемся показать зачастую что-то выдуманное. Недавнее феминале – это не творчество, это полный бред». Но на этом обсуждение выставки, которое и так хорошо досталось, завершилось. Внимание участников собрания переключилось на выработку конкретных предложений по недопущению подобных экспозиций в будущем. «Те далёкие национальные традиции, они должны неким образом внедряться в государственную систему службы. Тоже одежда, она должна иметь некие кыргызские орнаменты. Наша архитектура, особенно государственные учреждения, должны иметь некие национальные элементы в архитектуре. Мы тоже будем рекомендовать, чтобы и правительство, и Дёркиниш, и президент могли совмещать новые течения 21 века с нашими традиционными элементами жизни». А некоторые участники сегодняшней конференции усмотрели в скандальной выставке «Происки третьих сил». По их словам, феминале носила не просто провокационный, а радикальный характер. Они считают, что экспозиция с нижним бельём и портками была направлена на раскол общества. «Это целенаправленная группа, которой было интересно, возможно, вернуть бывшего руководителя, а возможно, опять же, привести туда человека, который прикроет преступные действия по краже работ, по исчезновению ряда работ в Музее искусства. И таким образом задача дискредитировать и молодого министра культуры, который пытается что-то создать». Кстати, на место Миры Джангарачевой профильное ведомство назначило нового директора музея. После волны недовольства с феминаля в Министерстве культуры решили вопрос быстро, передав бразды правлений настоящему искусствоведу и многолетнему хранителю музея ИЗО Айгуль Мамбетказиевой. Только и этот шаг сторонникам либеральных ценностей пришёлся не по нраву. Они всё ещё сожалеют об уходе Джангарачевой, полагая, что «железная леди» просто оказалась заложником ситуации, а могла бы сделать ещё больше и много хорошего, руководя храмом культуры. Медербек Мамбеталиев, Бектур Халыков. Новости Ошперим.